В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной работы за отчетный период. 174 ДТП с двумя пострадавшими, более полутора тысяч обращений и одно убийство. Такой выдалось в прошедшей неделе для сотрудников Люберецкого МВД. Помимо этого, жители округа продолжают становиться жертвами дистанционных мошенников. Я еще раз всех предупреждаю, если вам позвонили, то будьте любезны отзвониться или в службу безопасности, или в свой банк, где вы, ваша карточка, чтобы вы уточнили, или сейчас второй вид, ваша дочь, ваш сын, ваш внук попал в ДТП, или вы там задержан с наркотиками, то же самое передают большие суммы денег. То есть позвоните в правоохранительные органы, никакие деньги не передавайте. О проделанной работе за отчетный период доложил и руководитель управления ЖКХ округа. За минувшую неделю к ним поступило более 60 обращений о неисправности уличного освещения. Замыкание на линиях вызвал шквалистый ветер. Также в округе продолжается программа по ремонту многоквартирных домов. Плановые работы будут проведены в 135 МКД. 38 находятся в работе. По таким видам работ, как ремонт фасадов, ремонт балконов, ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем, ремонт отмосток. Сюда же входит замена лифтового оборудования. На оперативном совещании в очередной раз обратили внимание на травматизм на железнодорожных путях. В округе регулярно проводят рейды, чтобы сократить количество происшествий. С начала 2022 года на территории городского округа Люберцы на железной дороге погибли 16 человек. Ежедневно проводятся рейды с участием волонтеров и сотрудников ОВД и ДНД с целью недопущения проходов жителей через ЖД пути. Также в проделанной работе за прошедшую неделю отчитались сотрудники дорожного хозяйства, здравоохранения и представители спорта.